На карте название этого города появилось давным-давно, а вот в туристическом лексиконе оно относительный новичок. Впрочем, новичок дерзкий. С Александром Дашевским мы провели в кварталах Ариуэла Коста больше времени, чем где бы то ни было. Даже в одну серию все не уместилось. Саша, мы сидим сейчас с тобой на балконе виллы Ариуэла Коста. Вообще, как мне кажется, еще 4-5 лет назад это название никто не воспринимал всерьез, это был просто небольшой пригород Тарьевьехи. Так это или нет? На самом деле, это правда. Ариуэла Коста это сателлит, спутник города Ариуэла, который находится 30 километров от моря здесь. Раньше строили города 20-30 километров от моря, там сухо, нет сырости и более безопасно, потому что, сами понимаете, раньше с моря могли прийти пираты, нехорошие люди. Нехорошие люди, да. Соответственно, все города находились там. Сейчас каждый город имеет свой город на берегу. Большие города, древние города. Ну, допустим, как вот Ариуэла. Ариуэла имеет Ариуэла Коста. В Бенедорме Фенистрат имеет Плая де Фенистрат. Тоже свою часть, такую же самую. Раньше это было просто как бы как урбанизация. Буквально в 2002 году, когда я приезжал сюда, первый раз я ходил здесь, здесь были дыни, арбузы росли. Вот по этим местам, где мы сейчас находимся, где гольф-поля, это все были вахчевые. И только было несколько урбанизаций непосредственно на берегу. На сегодняшний день это самый развивающийся район на побережье Коста-Бланка. Если посчитать на квадратный километр количество кранов, количество строек, это лидер вообще, чуть ли не по всей Испании. Саш, ну вот здесь стройка, здесь объект, очевидно, только что построенный. Получается, там, пару-тройку лет назад ничего этого не было. Ты знаешь, в 2002 году здесь, на этой территории, были бакчевые поля. Арбузы, дыни. А в 2014 году, когда Испания вышла из кризиса, здесь, вот здесь конкретно, не было ничего. Это было поле, и отсюда, с этого места мы могли свободно наблюдать за морем. Обратите внимание, какие вокруг огромные стройки на сегодняшний день. Но все-таки взаимоотношения Арбузы и Тревьехи, ведь по сути даже граница, если не знаешь, не поймешь, что покинул один населенный пункт и переехал в другой. Да, удивительно, конечно, но Тревьеха и Арбузы на сегодняшний день уже срослись. Их разделяет одна большая широкая улица. Одна часть улиц это Урела Коста, вторая часть улиц это Тревьеха. Самое интересное, что в дорожной развязке поставили такой знак в виде таких двух крючков, которые символизируют объединение двух городов. И я думаю, со временем эти города, может быть, сольются в одно единое начало какое-то. Мы с тобой только что были в Тревьехе, а сейчас переходим в город Урела Коста. Эта улица разделяет этих два города, и они вот здесь состыковались. И буквально вот здесь находится статуя такая интересная на кругу. Монумент о том, что есть союз между двумя городами. Ну, то есть вот универмаг Тревьехи, вот универмаг Урела Коста. Да, совершенно верно. Но вот эти стройки, 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 которые мы здесь видим со всех сторон, они с одной стороны производят впечатление, с другой стороны немного пугают. Потому что в строительстве, ты это знаешь не хуже меня, вот всегда так бывает. Сначала строят, 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 строят много, а потом кто же покупать-то все это будет? На сегодняшний день созданы такие условия для инвестиций в испанскую недвижимость, что сейчас основной покупатель это шведы, норвеги, бельгийцы. Хранить деньги в их странах на сегодняшний день невыгодно. Почему? Откуда рост идет на самом деле? Хранить в их странах, допустим, человек имеет 300-400 тысяч. В той же самой Норвегии. Они лежат на счету, и он за это банку платит, что деньги лежат у него на счету. И получается выгодно норвежцу приехать сюда, купить недвижимость, и эту недвижимость даже не сдавать, просто пусть стоит. Она уже дорожает и приносит ему прибыль. А дорожание происходит где-то в среднем от 8 до 15 процентов в год на сегодняшний день. Новое жилье. А вторичное жилье дорожает от 6 до 8 процентов. По твоим ощущениям, все-таки, вот смотрю один комплекс, смотрю другой, смотрю третий. Во-первых, сколько здесь стоит недвижимость и какая типовая недвижимость на Ройла Коста? В общем, о ценах скажу так. Типовая недвижимость на Ройла Коста в среднем стоит, это квартира или бунгало, средняя стоимость 100-120 тысяч. Я говорю о вторичном жилье, и если мы говорим о такой же недвижимости, о новом жилье, начинается от 139 тысяч, самое дешевое, что я знаю. Ну и верхнего предела, конечно, нет. Здесь, в этом районе, мы находимся, район Виа Мартин, это гольф-зона, гольф-поля вокруг нас. В среднем дом можно купить за 300 тысяч. Дом в три уровня, два этажа, три спальни, три ванные комнаты. На террасе, на которой мы сейчас сидим, площадью 50 квадратных метров. Вот такой дом, вот этот дом конкретно мы продавали за 286 тысяч. Это было полтора года назад, сейчас такой дом стоит 330 тысяч. Ну и вот, например, справа комплекс построен, здесь ничего еще нет. Сколько квартир продано здесь и сколько здесь? Тот комплекс, который уже закончен, я могу гарантировать, процентов 99 уже все продано. Может быть, какая-то квартира не продана, потому что там ипотеку ждут. В этом комплексе, вот смотрите, на стадии строительства еще на бетоне, могу уверенно сказать, 25-30% уже недвижимости продано. Продано в плане данной резервы, и в дальнейшем это будет, конечно, уже законченное строительство. На окончании обычно всегда все продано. Когда все продано, это замечательно. И все-таки, глядя на гигантские застроенные пространства, меня лично не покидал вопрос ликвидности и перспектив всех этих новостроек. Что ж, это тема уже следующей серии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова